МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Ильхам Нигматуллин и Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Солдат своего Отечества. Областной фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова, прошел на его малой родине. Боровский рубеж. Реконструкцию событий первых дней Великой Отечественной войны смогли увидеть сотни боровчан, принявших участие в военно-историческом фестивале, прошедшем на Высоком. 90-й день рождения. Угненская поэтесса Нина Сачи отмечает юбилей. В соседнем Боровском районе в минувшие воскресенья собрались участники ежегодного военно-исторического фестиваля. Около 200 человек были задействованы в постановочном сражении, посвященном первым дням Великой Отечественной войны. Напомним, скорбную дату начала самой кровопролитной войны 20 века в России отмечают 22 июня. Екатерина Замахина продолжит. Самым ярким событием уже третьего по счету фестиваля «Боровский рубеж», как и прежде, была военно-историческая реконструкция. В прошлые годы актеры устраивали постановочное сражение в центре Боровска, но в этом году организаторы решили перенести военные действия в полевые условия. Глава городской администрации, один из идеологов фестиваля, объяснил почему. Мы будем воссоздать то жаркое лето в прямом переносном смысле слова 41-го года, когда только войска Вербахта перешли границу, и, собственно, все начиналось. Конечно, это память. Память нас объединяет. Память делает нас сильнее здесь. И только потому, что за счет этого мы помним эту войну. И если мы ее забудем, мы забудем, по сути, свою историю. В этом году судьбы советских солдат и ополченцев, а также солдат Вермахта на себя примерили не только представители Калужского клуба «Батальон», но и реконструкторы из Москвы и Тулы. Всего около 200 человек. Без объявления войны верманские война напали на нашу страну. Как в одной из пограничных деревушек мирную жизнь сменила война. Настолько наглядно пришедшим на фестиваль детям этого нигде не покажут. Всеобщая мобилизация, отступление красноармейцев, бомбежки и отчаянная оборона – все почти по-настоящему. Первые потери советских солдат и народного ополчения – это было только начало. За четыре года Советский Союз потерял 27 миллионов своих граждан. Войны, ополченцы на передовой, женщины и дети, трудившиеся в тылу. Все они боролись за мирное небо и победили фашизм. А чтобы их подвиг не забывался, и события 22 июня никогда больше не повторились. Каждый год в Боровске вспоминают кровавую точку отсчета до Великой Победы. Екатерина Замахина, Николай Подлипалин, Обнинск ТВ, Боровск. 24 июня в городе Жукове состоялся областной фестиваль «Солдат своего Отечества», посвященный 120-летию со дня рождения легендарного земляка, маршала Победы Георгия Жукова. В фестивальную программу вошли выставки, кинопоказы, выступления духовых оркестров и творческих коллективов. Евгения Борода поделится впечатлениями. Пожалуй, одним из самых ярких номеров на прошедшем фестивале конкурса «Солдат своего Отечества», приуроченным к празднованию дня рождения Георгия Жукова, стало выступление военнослужащих воздушно-десантных войск из Тульской области, посвященное участникам локальных конфликтов. За свободу и веру, как один брат за брата, молодые бойцы продемонстрировали зрителям высокий уровень профессиональной военной подготовки, который был наработан ежедневным изматывающим трудом. Морально-психологическая подготовка десантника. Десантник не должен не бояться абсолютно ничего. Поэтому, да, первое время тяжело, первое время где-то страшно, там разбить тоже кирпич, может быть, рука будет болеть или еще что-то. Но преодолеваешь все и, соответственно, становишься на уровень выше. Так и тренируемся. В числе праздничных мероприятий этого дня – открытие различных выставок в учреждениях культуры города, просмотр художественных и документальных фильмов. Уже ближе к вечеру на площади у памятника Георгию Константиновичу Жукову состоялась официальная церемония открытия фестиваля конкурса «Солдат своего Отечества». Сколько бы ни писались скептики переписать историю, изменить ту заслугу, которую внес в победу наш земляк, я скажу, не получится. Каждый год, когда мы отмечаем и скорбные даты – 22 июня, и когда мы отмечаем День Победы, безусловно, мы вспоминаем этого великого человека. Этому человеку и посвящен этот фестиваль. Государственный музей Георгия Жукова является первым в России музеем, посвященным маршалу Победы. А создан он был благодаря объединенным усилиям многих людей. Этот музей создавался не только по инициативе и большой поддержке Министерства среднего машиностроения, это теперь Росатом, его министра Ефима Павловича Славского, но и молодежь Обнинска в свое время вот здесь трудилась на субботниках. И вообще весь мемориал создавался с самым активным участием у города Обнинска. В течение праздничного вечера своими запоминающимися выступлениями публику привели в восторг как местные коллективы, так и гости города из Морославецкого на Рафаминского районов, Юхного, Тулы, Республики Беларусь. И это далеко не весь список участников масштабного мероприятия. И с каждым годом количество желающих принять участие в фестивале становится только больше. Евгения Борода, Олег Логинов, Обнинск ТВ, Жуков О происшествиях, случившихся на дорогах в последние дни, расскажет моя коллега Дарья Человекова. 24 июня на 105-м километре Киевской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля марки «Митсубиси» двигался с Москвы в сторону Белоусова и повернул налево под запрещающий дорожный знак, где в это время со стороны областного центра ехала грузовая «Газель». От сильного столкновения легковушку развернуло. На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции, МЧС и скорая помощь. К счастью, авария не повлекла за собой человеческих жертв. 25 июня около двух часов ночи от очевидцев поступило сообщение в дежурную часть Обнинска о том, что на северном въезде в город водитель за рулем автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением, вылетел на бордюр и снес дорожный знак. Информация о пострадавших и местонахождении водителя уточняется. Рано утром в экстренную службу поступил еще один тревожный сигнал с СНТ «Кварц». Обеспокоенные жители сообщили, что возле одного из дачных участков произошло возгорание автомобиля. На место происшествия прибыли стражи порядка, которые провели ряд следственных мероприятий по установлению личности подозреваемых и поиск свидетелей произошедшего. Несколько часов спустя с улицы Курчатова поступило сообщение об угоне машины. Владелец сообщил данные об автомобиле и оказалось, что сгоревшая ВАЗ-2107 принадлежит потерпевшему. Как рассказал хозяин отечественной легковушки, она была припаркована предыдущим вечером прямо у дома и закрыта на центральный замок. Однако это не остановило злоумышленников. Салон автомобиля выгорел полностью и на данный момент трудно оценить, подлежит ли транспорт восстановлению. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». В минувшую пятницу в Обнинской школе номер 6 прошел праздничный вечер, посвященный 90-му дню рождения Нины Асачей. Нина Петровна – ветеран Великой Отечественной войны, писатель, поэт и журналист. Она невероятно деятельный человек. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 90-м, ведет активный образ жизни, пишет книги, организует встречи ветеранов, занимается патриотическим воспитанием молодежи и даже создала в лице и музей, посвященный подвигу 18 сибиряков-добровольцев на безымянной высоте. В этот вечер поздравить с юбилеем Нину Асачию собрались ее единомышленники, друзья, коллеги и поклонники. А глава городского самоуправления Владимир Викулин зачитал обращение поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованная Нине Петровне. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам, Нина Петровна, доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Начальник Кубнинского управления социальной защиты населения Владимир Жарский прочитал поздравительное письмо губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и передал подарки от администрации Наукограда. А юбиляр, конечно же, в этот вечер читала свои стихи. А может, хватит? Сколько можно надеть не новое давно? Уйти из жизни так не сложно. Уйти, пока еще сильна, пока роднее еще не в тяготь. А если в тягость, не нужна такая жизнь. Она не в радость. А впрочем, что ж лукавлю я, не подвожу итог я годом. Хочу под пень и соловья любить под этим небосводом. Браво! Вечером 23 июня в 39 микрорайоне Обнинска жильцы дома номер 104 по проспекту Маркса собрались во дворе, чтобы принять решение, нужна ли им эко-парковка. С инициативой увеличить количество парковочных мест к народу вышел местный депутат и председатель ТОСа 38-39 микрорайонов Евгений Халецкий. Подробнее в нашем следующем сюжете. Проблема с парковочными местами существует фактически во всех дворах Обнинска. Решить наболевший вопрос во дворе, где находятся дома с адресами Калужская, 9 и Маркса, 104, взялся Евгений Халецкий. Он предложил добавить к 50 официально существующим парковочным местам еще 30, воспользовавшись преимуществами действующей в Наукограде муниципальной программы. Почему за парковки вообще зацепились? Во-первых, актуальная тема для вас, не для меня, для вас, для жителей. Мы это проводили не одно собрание, вы сами говорили, парковки нужны. Во-вторых, сегодня действуют программы, когда вы оплачиваете работы по организации эко-парковок, а администрация бесплатно предоставляет материал строительный. Следующий наш шаг к тому, чтобы запретить уже парковаться на газонах и тротуарах. На следующий год уже где-то ограждение ставим, где-то бордюр высокий и так далее. Абсолютно все жители согласны с тем, что парковку на тротуарах и в зеленых зонах необходимо запретить. А для этого необходимо увеличить количество парковочных мест. Но есть и другая сторона медали. Детская площадка была. Дети могли играть и в футбол, и в волейбол, и в теннис. Сейчас нам на эту площадку поставили дом жилой. Естественно, площадь уменьшилась. И теперь еще забирается с этих зеленых участков место под автостоянки. К тому же жители беспокоят дым из выхлопных труб, который попадает в квартиры первых и вторых этажей. И то, что водители порой паркуются на газонах. Да, если машина стоит 500-700 тысяч, ее красавицу надо куда-то поставить. Но если человек, хозяин машины, нашел деньги на машину, значит он может найти деньги и на стоянку этой машины. А у нас платных стоянок очень много. К тому же не у всех жильцов дома есть автомобили, а собирать деньги будут со всех, без учета этого обстоятельства. Вопрос, что все-таки более необходимо – дополнительные парковочные места или зеленые насаждения – пока остался открытым. Решение будет принято после подсчета подписей, которые будут собирать со всех жителей дома, в поддержку того или иного решения. Анастасия Ичкаева, Олег Логинов, Обнинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова